С Рождеством, дорогие друзья! С Рождеством! Пусть любовь наполняет ваш дом, пусть всегда согревает сердца, вера в вечную милость Творца! Сегодня торжественный день, мы пришли сегодня, чтобы прославить нашего Творца неба и земли. Всех поздравляю и желаю благословения вам личной жизни, в ваших семьях, в нашем государстве, мира, благополучия и Божьей поддержки. Сегодня мы рады видеть гостей, которые посетили Дом Божий. Да благословит Господь всех, кто сегодня в Доме Божьем! Если б ты не пришел, кто бы мир удержал от распада, но шукая нанести нелегко в направлении ада? Кто бы с плеч ее снял, Магомет ли, Конфуций ли, Будда? Я Твое милосердие, Христос, никогда не забуду! Если б ты не пришел, дней безрадостных шла б верениться, и с пожизненным сроком в душе не покинуть темницы. Враг спасения был потрясен и подавлен чрезмерно. В Вифлееме родился Христос, его первый соперник. Если б ты не пришел, на Голгофе кто бы выиграл битву, кто бы смерть победил, расколов свод греха монолитный, имена исчезают, а ты остаешься единый, воздвигающий царство любви на угрюмых руинах, если б ты не пришел. Но Господь пришел, и мы сегодня радуемся, сегодня прославляем нашего великого Бога, пришедшего во плоти. Помолимся и воздадим Ему славу. Аминь. Господь, мы радуемся, что сегодняшний день ты дал нам, как возможность, еще раз прославить имя Твое Святое. И мы встречаем Твое Святое Рождество, мы радуемся, мы торжествуем, мы прославляем Тебя, что Ты пришел в этот мир, чтобы дать нам спасение, чтобы согреть наши сердца своей любовью, чтобы дать нам прощение через жертву Твою на Голгофском кресте. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил наши сердца, чтобы они были наполнены радостью, радостью Твоего прихода, радостью прощения наших грехов, чтобы наши уста, наше сердце, наши музыкальные инструменты, они могли достойно прославить имя Твое Святое. Благослови песнопение, благослови наши молитвы, Слово проповеди, каждое сердце, от мала до большого, кто сегодня в Доме Господнем, чтобы мы могли радоваться, торжествовать и Тебя, единого Господа, и Иисуса Христа, Бога Отца и Духа Святого прославлять. Аминь. Мы все радостно и торжественно будем петь песню «Радуйся, мир! Господь грядет земля, ликуй пред Ним!» Песня «Радуйся, мир! Господь грядет земля, ликуй пред Ним!» «Радуйся, мир! Господь грядет земля, ликуй пред Ним!» «Радуйся, мир! Господь грядет земля, клевочки antimaarcoos» Моя сады и садовы, Никтое встать жестоком, Никтое встать жестоком, Никтое встать жестоком, Чтоб грех не ослеплял народ, Чтоб герны не росли. Он жизнь дает, снимает днём Во всех концах земли, Во всех концах земли, Во всех концах земли Привез он мир и плана так, Чтоб все могли познать. Как Бог велик и справедлив, Как нас он возлюбил. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нашему Богу Иисусу Христу Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что счастье на землю пришло Диму вверх но Диму вверх но Пусть Сына отдал его имя, любовь Пусть песня не кончится в сердце О том, что в небе теперь есть любовь ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он Царь, Царинь, пред им свалей, Две в северца отворите. Сынец, без нас, Господь, Ишевший, без весны, злой, Дома сердечникам, за сердцем сына ик. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, я также поздравляю всех сердечно с этим замечательным праздником Христос Народилься. Слава Богу, действительно, за этот праздник. И мне хотелось бы прочитать вместе с вами замечательную благую весть, которую записал Евангелист Матфей. Евангелие от Матфея, 1 глава, 18 стиха. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очереве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, сей ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречусь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Сидева в очереве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог».» Какие драгоценные слова «с нами Бог». Я думаю, очень много мы уже с вами слышали проповедей на этот стих, но я уверен, что то, что мы с вами слышали, это малая часть того, что еще можно сказать. Какие драгоценные, какие сильные слова, как много они значат для нас с вами, когда мы думаем о них, размышляем «с нами Бог». Рождество – это великий праздник, потому что родился тот, чье имя значит «с нами Бог». Сегодня мы с вами называем своих детей, люди в мире называют детей, не всегда думая о том, что значит их имена. Но в древности было не так. В древности всегда люди, когда называли своего ребенка, они знали, что значит конкретное имя, и хотели, чтобы этот ребенок соответствовал этому имени. Иногда бывало и так, что у человека было два имени, одно давали при рождении, а второе – после, когда он уже сформировался как личность, и в соответствии с его характером давали ему другое имя. И особенно ярко мы видим это в личности Иисуса Христа. У Иисуса Христа было много имен, и мы помним, с вами пророк Исаия записал, его имена Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. И здесь мы прочитали еще одно его имя – Эммануил, что значит «с нами Бог». И действительно, все эти имена не соответствовали Иисусу Христу. Он не просто так назывался, но он и был таковым. Мы нигде не видим далее, чтобы ученики его, или кто-то называл его так – Эммануил. Но мы видим, что его ученики, они показывали и в своем Писании, в Евангелиях они записали это, они поняли значение его имени. Когда Иоанн пишет слова, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, говоря об Иисусе Христе. И потом он ниже пишет, и слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, обитало с нами. Ученики, они поняли, что действительно, когда Христос родился, когда Христос воплотился в человека, Бог стал с нами рядом, очень близко. Бога не видел никто никогда, «Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил», – записал Иоанн. Действительно, Бога не видел никто никогда. И только когда родился Христос, люди увидели Бога через Иисуса Христа, потому что Иисус Христос – это истинный Бог. Апостол Павел записал в послании к Тимофею всем нам знакомые слова, и беспрекословно, «Великое благочестие тайно, Бог явился воплоте». Действительно, тайно мы никогда с вами не сможем понять, как это Бог и вдруг явился воплоте. Это тайно, это непостижимо для нас, но наша вера, она не дает нам сомневаться в том, что Иисус Христос, Который родился в маленьком городке Вифлеем, от простой девушки Марии, Который был скорблен молоком матери, Который всю свою жизнь терпел лишения, страдания и, наконец, был распят на кресте, это тот, о котором сказано, сущий над всем Бог, держащий все словом силы своей, о котором сказано, Он есть прежде всего, и все им стоит. Действительно, великий Бог, сотворивший небо и землю, наш Творец воплотился в человека. Тот, кто родился в Вифлееме, это был Бог, и Бог с нами. Знаете, просто Бог, это, может быть, вызывает страх в людях, когда Бог где-то, когда Он страшный судья, но Бог с нами. Это дает нам утешение, дает нам надежду и уверенность. И первое, что мне хотелось бы отметить здесь, это, как получилось, что великий Бог стал настолько близок к людям. Это чудо воплощения, непринужденное, но добровольное, смиренное воплощение. В послании филиппийцам мы с вами читаем слова «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Знаете, великий Бог принял плод человеческую, даже не воплотился в ангела или какого-то херувима, но в человека, слабого, немощного человека. В послании к евреям написано «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оное, чтобы быть милостивым первосвященником». Потому что мы с вами, люди, мы с вами живем воплоти, в немощной плоти греховной, и Христу также необходимо было воплотиться в человека. И знаете, когда мы об этом размышляем, нас восхищает еще больше то, что Он воплотился не просто в человека, но в то творение, которое согрешило. Нам, может быть, было бы легче представить, если бы Христос воплотился в несогрешившее творение, но человек, Он согрешил против Бога. Он непослушный Богу, и Христу пришлось воплотиться в плоть, как написано в послании к римлянам, «Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, жертву за грех, и осудил грех во плоти». Насколько это удивительные слова. Насколько много они для нас сегодня значат, братья и сестры. Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех, чтобы осудить грех во плоти. Христос воплотился в грешную природу человеческую, чтобы отдать жизнь свою, чтобы испытать все то, что испытывает человек, и даже более того, чтобы мы сегодня с вами имели жизнь. Это действительно великая радость. Бог воплотился, чтобы быть сегодня с нами. Его имя значит «С нами Бог». Если раньше соприкосновение человека с Богом это было нечто, может быть, наводящее страх, как пишет псалмопевец, «презирает на землю, и она трясется, прикасается к горам и дымятся». Евреи, они еще помнили ту гору Синай, которая пылала огнем, тот громогласный голос Бога, который говорил им заповеди, и они сказали Моисею, пусть не говорит нам Бог, потому что мы боимся, ты говори с ним, а потом нам перескажешь. Соприкосновение человека с Богом наводило на людей определенный страх. Они боялись. И они понимали и говорили так, что кто увидит лицо Бога, тот умрет. И действительно это так и было. Но сейчас не просто они увидели лицо Бога. Бог воплотился в тело человеческое. Как Христос, будучи Богом, мог в этом плотском теле, немощном и слабом, носить всю эту божественность? Нам непонятно. Только Бог знает, как это возможно совместить великого Бога в обычной человеческой плоти. Кто-то сегодня может сказать, но ведь Христос родился две тысячи лет назад и тогда Он действительно был близок к людям, Он жил среди них. А что же сегодня? Где же Христос сегодня? Но мы с вами понимаем, что Христос пришел для того, чтобы быть близким к нам, чтобы быть рядом с нами не только тогда, но и теперь. И не столько было важно Его телесное присутствие среди людей, потому что Он находился совсем недолго с ними. Но то, что Христос поселяется в сердце каждого человека, кто уверует в Него, кто отдаст свое сердце и будет жить по Слову Его. Христос сегодня рядом с нами, и Он обещал в Слове Своем, мы читаем слова, «И сия с вами во все дни и до скончания века», обещает Христос. «Сия с вами во все дни и до скончания века». Незримо, не телесно, как тогда, но будучи запечатлен в сердцах наших. Он незримо присутствует в каждом из нас. Через свое воплощение Христос сделал возможным искупление всего человечества. Через свое воплощение Христос сделал возможным вот это тесное единение каждого человека с Ним. Настолько тесное, что никакая другая связь ни два близких друга, ни даже муж и жена, ни родители и дети не может отразить той близости, которую имеем мы с вами, с Иисусом Христом. И дети его, они понимают, что Христос, Он дороже для нас всего. И как он говорил, кто не будет любить меня больше, нежели отца, или мать, или жену, или детей, тот не достоин меня. Действительно, это так мы с вами понимаем, насколько близкая вот эта связь Бога с человеком. И Христос не только прибывает, дал возможность быть с Ним рядом, но Он обещает эту близость постоянно. на протяжении всей нашей жизни Христос перенес все, чтобы быть близок к нам постоянно. Сегодня Христос обещает нам, что Он будет во всех обстоятельствах жизни с нами. Каждый из нас был ребенком, каждый из нас когда-то был в подчинении у родителей, и Христос тоже был ребенком. Христос тоже был в подчинении у родителей. Мы сегодня испытываем нужду в хлебе насущном, и Христос тоже терпел голод. Сегодня мы испытываем нужду, где-то терпим лишения. Христос говорил, что Ему негде голову преклонить. Сегодня мы испытываем усталость, Христос тоже утомлялся. Сегодня мы переносим различные тяготы, лишения, которые связаны с нашей плотью. И Христос все это пережил для того, чтобы быть близким к нам, для того, чтобы помочь нам во всех обстоятельствах. Христос перенес, кроме того, всего этого страдания, которые никто из нас не переносил. И смертной кресте, которой каждый из нас достоин, но никто не претерпел. Потому что Христос это сделал за нас. Христос сегодня обещает быть с нами во всех случаях нашей жизни. Мы сегодня, может быть, плачем о потере близких, и Христос плакал у могилы Лазаря. Нас могут сегодня оклеветать, обвинить во лжи, и Христа оклеветали, и обвиняли во лжи. Сегодня нас, может быть, предаст лучший друг, и Христа предал его ученик. Сегодня нас могут неправильно, несправедливо обвинить, и даже мы можем понести наказание за это. И Христос понес наказание и умер, будучи невинным ни в чем, чтобы искупить нас, чтобы за наши грехи понести наказание. Нас сегодня могут оставить совсем одних, без поддержки мы можем остаться без друзей, без близких. И Христос он остался один. Написано, что все оставили его. И насколько было тяжело ему в Гефсиманском саду, когда даже ученики его близкие не могли с ним быть рядом, пободрствовать. И когда его взяли под стражу, то все, написано, оставили его, он был один. Когда он висел на кресте, и тьма была по всей земле, потому что даже отец отвернулся от него. И более того, друзья, кроме того, что Христос сегодня с нами от самого рождения нашего, на протяжении всей жизни, во всех обстоятельствах, Бог с нами, когда мы умираем. Христос тоже умер, и каждому из нас, может быть, предстоит умереть, а кому-то быть восхищенным. И Христос это пережил. И Он будет с нами в момент смерти. И блажен тот человек, который не боится смерти, потому что Христос перенес все это, чтобы мы не боялись жизни после смерти. Христос воскрес, и мы воскресли с Ним тоже. Он говорил, я живу, и вы будете жить. И в послании фессалоникийцам написано, и так всегда с Господом будем. Когда воскреснут умершие, и восхитятся живущие на земле, и так всегда с Господом будем. Друзья, какие драгоценные обетования для нас сегодня, что Господь, Он пребывает с нами не только в жизни нашей земной, но и в момент смерти. И когда мы воскреснем, первое, что мы увидим, это Иисуса Христа. В наших новых телах увидим прославленное тело Иисуса Христа, в котором Он воскрес. Какие драгоценные слова сегодня для нас Бог с нами. Друзья, хотелось бы, чтобы мы сегодня особенно поразмышляли об этом над этими словами, над Его замечательным именем Эммануил, что значит с нами Бог. Потому что Господь действительно с нами рядом. Настолько близко, насколько мы даже не можем себе представить. Когда нам кажется, и мы поем такую песню, и кажется, оставил Бог меня, но вновь душа словам Твоим не мает, я не оставлю, я люблю Тебя. И действительно, Христос всегда рядом. И когда мы неверны, Он верен, потому что себя отречься не может. Друзья, сегодня пусть из наших сердец несется хвала. Слава Господу за то, что Бог с нами. За то, что когда воплотился великий Бог, Творец Вселенной в маленького младенца беспомощного, который был на материнских руках, тогда сбылись эти слова Бог с нами, рядом, близко. И Он спасает сегодня людей. И пусть Ему несется слава из наших сердец, из наших уст. И в этот день особенно, и каждый день Ему слава за все, Отцу Сыну и Духу Святому. Аминь. Слава Бабышній Богу! Слава Бабышній Богу! И на земле Бабышній Богу! И на земле Бабышній Богу! Слава Бабышній Богу! И на земле Бабышній Богу! Слава Бабышній Богу! И на земле Бабышній Богу! И на земле Бабышній Богу! Слава Бабышній Богу! О небесній Богу! Слава Бабышній Богу! Слава Бабышній Богу! Слава Бабышній Богу! Слава Бабышній Богу! И на земле 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 Бабышній Богу! 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Думал ли когда-то Грубер, который написал вот эту песню «Тихая ночь» в XIX веке в Швейцарии 25 декабря, думал ли он? Думали ли наши духовные отцы, что настанет этот день, день 2015 года, когда Бог еще продлит свою милость, продлит свое благословение, продлит еще возможность для того, чтобы люди имели спасение? И возникает вопрос, доколе, Господи, доколе? А сердце наполняется радостью, радостью о том, что Христос пришел в этот мир. Мы торжествуем сегодня, мы прославляем Бога за то, что Он пришел в этот мир, для того, чтобы дать нам спасение и жизнь вечную. Рождество! Сколько света в Тебе и добра! Сколько радости чистой, святой! Ты на землю сошло, чтоб рассеялся мрак, чтобы солнце взошло над землей. Я хочу прочесть вместе с вами и размышлять два места Священного Писания, Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих. «Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Второе место. Послание Ефесской Церкви, 2 глава, 19 стих. «Итак вы, уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Когда наступают праздники, какие-то торжества, тогда мы зовем своих детей для того, чтобы иметь торжественный ужин. Зовем своих друзей, зовем своих близких. Когда наступает праздник, мы зовем своих друзей, чтобы они могли посетить Дом Божий. И вы видите, что здесь присутствует местоимение «Мой», «Свой». «Мой сын», «Моя дочь», «Мои родители», «Мои друзья», «Моя церковь». И, наконец, самое великое «Мой Бог». «Мой Бог». Эти местоимения, они личные. Они говорят о принадлежности. Если сегодня вы спросите какого-то маленького ребенка, скажи, что это за тетя? Ребенок непременно скажет, это моя мама. И поставь перед ним очень много других чужих женщин, и он все-таки определит, что это моя мама. Как он определит или по ее лицу, или по рукам, или по теплоте, или по запаху, или даже интуитивно, где-то в душе, ребенок осознает, что это моя мама. Моя и мои. Это собственное местоимение, и они говорят не просто о чем-то, они говорят о наших взаимоотношениях. О наших взаимоотношениях, их можно очень много характеризовать, но самые главные характеристики этих взаимоотношений – это любовь и жертвенность. Любовь и жертвенность, потому что это мое. Это мои дети, это моя жена, это моя церковь, это мое. Владимир Даль в своем словаре, толковом словаре русского языка, он говорит, что свой – это собственный. У него очень много описано, кто такой свой, что такое мое. И там много-много всевозможных примеров из Старой Руси, как люди понимали, что такое свой, собственный. И в дальнейшем он характеризует эти взаимоотношения, как ласковый, доступный, обходительный и беседливый. Это мой. Когда мы прочли это место, Священное Писание, и родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Мы понимаем, что великий Бог сотворил небо и землю, и он каждого человека населил на этой земле, но среди множества людей он избрал свой народ, особенный народ. Он дал ему свои установления, свои законы, он строил с ними свои взаимоотношения так, чтобы они понимали его, и он понимал их. Эти были взаимоотношения любви и жертвенности. И вот через свой народ он желал донести благую весть окружающим язычникам. Через свой народ он хотел спасти любого человека, живущего на этой земле. Через свой народ. И народ Израиля понимал, что это его Бог. Они любили Бога, они видели многочисленные чудеса. Тогда, когда невозможно было сделать что-то, пройти через пустыню, пройти через Черное море, невозможно. Но их Бог, великий Бог, не только Бог гор и долин, их Бог совершал великие чудеса и в море. Поэтому народ Израиля знал своего Бога. Он любил своего Бога. Бог любил свой народ. Но вот когда мы читаем, что родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. Какое же это было время? Это время было отступление народа израильского. Это время было тяжелое для Израиля, потому что 400 лет их Бог молчал. Так же проходили жертвоприношения, так же евреи собирались на большие праздники в Иерусалим. Все было, кажется, так же. Но вот их Бог молчал. И вдруг Он сошел с небес для того, чтобы быть со Своим народом, для того, чтобы спасти людей своих от грехов их. Какова же реакция была? Как же народ Израиля, Он реагировал, реагировал на Божий приход? И как Он мог реагировать, когда Он забыл своего Бога? Казалось, приносил жертвы, но в душе не было Бога. Бога их, жертвенного Бога, Бога любви не было. Они были покрыты, как проказы, от темени до пят, и все были во грехах. Поэтому наступила полнота времени, чтобы Сын Божий сошел с небес. И какова реакция была? Мы слышали, мы видим, мы знаем, читая Слово Божие, что не нашлось их Богу места даже в гостинице. Даже в простом доме в Вифлееме не нашлось. Они нашли место только в убогой пещере. Там, где сено, там, где животное, там, где навоз, там, где запахи определенные. Только там нашлось место. И мы читаем Иоанна, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 11 стих. «Пришел к своим, и свои его не приняли». Не приняли так, как должно, и вообще не приняли. Тогда, когда Христос ходил по земле, они просто не узнали Бога. Они так далеко ушли от Него, что забыли Его. Забыли в лицо, забыли Его характер, забыли Его любовь, забыли Его жертвенность. И лишь только тогда приходили к Нему, когда им нужно было кого-то исцелить. Или когда, может быть, накормить тысячи, они приходили, искали Его, но они Его не узнали. Они Его не приняли. Они не приняли Его как своего. А Он пришел к своим. И единственное, что нашли для Него место, это лишь только на Голгофе. Это лишь только на месте распятия. Это нашли место для того, чтобы Он висел на кресте. А свои, которым Он пришел, они злословили и говорили, «Если ты Сын Божий, сойди со креста». Какова же была реакция великого Бога? Какова же была реакция их Бога? Бога, который имел с ними взаимоотношения, который пришел к своим, а свои не приняли. Что должен был делать Иисус, их Бог? А Он висел на кресте и прощал. Они били Его, а Он молчал. Они издевались над Ним, они отвергали Его, отторгли от земли живых. А Он молился и говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Их, которых Я создал, это Мои, Мои дети, Мое творение, это Мой народ, но они Меня не приняли, не приняли как личного Спасителя». Но как же понимать, что Он спасет людей Своих от грехов их? Каковых же людей? Каковых? Ответ очень прост. Написано, что «О тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. «Пришел к своим, а свои не приняли, а те, которые приняли, дал власть называться и быть детьми Божьими». Приняли, приняли в сердце, и они приняли Его как личного Спасителя, того, который пришел спасти своих от грехов их. И вот люди, которые восприняли Иисуса Христа как своего Спасителя, они стали своими. Что толку для того же сиротки, который может находиться где-то в детском доме, когда в мире очень и очень много мам, и которой нет ни одной, которая бы пришла и приголубила его, которая дала ему любовь и жертвенность. Что толку для того сиротки? Что толку для меня, если я тону в море? И как много вокруг спасателей, те, которые знают, как это делать, те, которые оснащены, но они где-то далеко. Они не являются моим Спасителем, но если тот человек, который пришел рядом, который спас меня от пучины морской, тот, который поставил меня на твердое основание, вот Он мой личный Спаситель. Он мой Спаситель. Поэтому, когда мы читаем послание апостола Павла, он говорит, что «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Уже не чужие. Уже свои. Уже сограждане святым и свои Богу. Вот тогда мы становимся своими, Богу, когда мы признаем Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Когда я строю свои взаимоотношения с Ним вот на основании любви и жертвенности, тогда Господь Иисус становится моим личным Спасителем. Мы поем такую песню. «Ты мой Бог святой, я к Тебе стремлюсь, ибо знаю в Тебе покой. На Твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое». В 90-е годы, вы знаете, что было очень и очень трудно, и вот однажды Бог положил в одной многодетной семье отцу и матери принять сиротку, взять себе девочку. Удочерить ее. И вот они пришли в детский дом, они пришли к руководителю этого детского дома, и этот руководитель повел отца и мать в группу. И как только они зашли в эту группу, и один мальчик быстро побежал к отцу, обхватил этого чужого дядю за ноги и говорит, «Папа, как долго ты ко мне не шел? Папа, как долго я тебя ждал!» И сердце этого отца растворилось. Он уже забыл за девочку, он понял, что вот это тот ребенок, тот, который станет моим. И он усыновил его. Прошло время с 90-х годов, и теперь этот мальчик является глубоко верующим христианином. Он трудится для Господа. Эта семья усыновила его. Когда мы читаем послание Римлянам, 8 глава, 15 стих, написано, что вы приняли духа усыновления, которым взываете Авва Отче. И сегодня, дорогие братья и сестры, я могу провозгласить так же, как и вы, провозгласить среди ангельского мира, провозгласить среди мира людей, среди демонического мира, что Бог, который сотворил небо и землю, является моим Отцом. И я свободно сегодня могу молиться Отче наш, Сущий на небесах. Мой Бог. И Иисус Христос – это мой Бог. И теперь я уже не чужой, я уже не пришелец Ему, я уже не просто язычник, который живет в этом мире, я уже свой Богу. Я Сын Его. А Он мой Небесный Отец. Сегодня мы можем сказать это, дорогие братья и сестры, мы можем сегодня провозглашать, что Бог, сотворивший небо и землю, Он является нашим Богом, личным. Мои взаимоотношения с Ним построены именно на любви и на жертвенности. И не напрасно верующих людей когда-то спрашивали, даже в атеистическое время, иногда искушали матерей в школах и говорили, вот кто для тебя дороже, Бог твой или дети твои? И, естественно, дорогие братья, мы знаем ответ, знаем, что Бог наш, наш Отец, Он является нашим Богом, и мы жертвуем, мы жертвуем всем абсолютно для того, чтобы эти взаимоотношения не разрушились, не разрушились грехами, не разрушились еще чем-либо, и никогда, чтобы сын или дочь не отреклись от своего Отца и не ушли. Отец Небесный никогда не отречется. Никогда не отречется от своего Отца, это зависит лишь только от нас. Насколько мы будем любить нашего Отца, насколько мы будем жертвены, насколько мы будем исполнять то, что Он говорит нам. «Давид любил своего Бога, он называл Его своим Богом, моим Богом, и говорит, что Господь, пастырь мой, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пожитях и водит меня к водам тихим. Если пойду и долиную смертной тени, не убоюсь зла. Вот когда очень и очень важно, что рядом с нами должен быть наш Бог, мой Отец, мой Спаситель». 90-й Псалом также говорит о том, что «живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всевогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, Бог мой, на Которого я уповаю». А кто же такие чужие? А мы теперь не чужие, написано. А кто же такие чужие? Ну, вы можете представить, да? Когда рядом с нами живут люди, люди, может быть, знакомы, а конкретно чужие. Это те люди, которых мы можем встретить на дорогах нашего города, чужие люди. Люди, с которыми мы встречаемся в магазине, сталкиваемся где-то в других взаимоотношениях, это чужие люди. Мы не можем им открыть наше сердце, мы не можем их пригласить, может быть, еще на какое-то семейное торжество, мы не можем им излить душу нашего. Это чужие люди. Чужие. Они также являются и чужими Богу, потому что они не приняли Его. Да, Он сотворил их, да, Он дал жизнь этим людям, но они говорят, «Господи, Ты где-то далеко, а может, Ты вообще не существуешь?» Каково я будущее своих и чужих? Будущее ведь у каждого человека есть, и оно разное. И Господь говорит своим, это мы читаем Евангелие, то есть книга Малахии, третья глава, 17 стих. «И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына, своего служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Посмотрите местоимения, личное местоимение. Они будут моими. Буду миловать их, как сыновей своих». Вот будущность. Когда закончится жизнь на земле, тогда мой Отец, Он примет меня в Свои обители. И как мы пропели Псалом вначале, что «на небе у меня есть отчий дом». Отчий. Потому что там мой Отец. Потому что Он ждет меня. Потому что Он в свое время скажет, «Войди в радость Господина Своего». А что чужие? Чужие не услышат этот голос. Может быть, они будут стучать в дверь, а Господь скажет, «Отойдите от Меня». «Отойдите от Меня, потому что Я никогда не знал вас». Это страшные слова. Человек, который здесь на земле, он не захотел иметь это святое родство с Богом, святое родство с церковью, не захотел. Он не захотел быть согражданами, святым. То есть гражданство на небесах не здесь на земле, а гражданство на небесах. Он не захотел быть своим Богом, и вдруг захочет быть своим в небе. Но так не получится. Поэтому мы читаем, что вот Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их, и спасет лишь только тех людей, которые захотят быть Богу святыми, своими. Те люди, которые не захотят быть Богу своими, они станут чужими, и они не получат спасения грехов своих. Дорогой друг, хорошо, что сегодня ты в Доме Божьем, хорошо, что сегодня ты можешь со своими родными, близкими или со знакомыми сегодня прийти в Дом Божий, услышать эту радостную весть. Но я хотел бы рассказать тебе одну интересную, поучительную историю. Это именно для тебя. На Атлантическом побережье Франции есть небольшой такой остров Наурмурье. И этот остров соединяет дорога, автомобильная дорога протяженностью 4,5 километра. Эта дорога действует в течение только времени отлива воды. И стоят соответствующие знаки, и лишь только в это время можно проехать по этой дороге. Филипп, который поехал со своими родителями на этот остров, он вместе радовался с родителями, и время уже подходило к вечеру. И отец говорит, давайте собирайтесь быстрее, потому что время нам уже выезжать с острова. И как только они пересекли эту дорогу, хотя ничто не предвещало прилива, и вдруг они оглянулись и смотрят, что кто-то пытается по этой дороге прорваться. Но прилив так быстро наступал, что машина остановилась посередине дороги, и мотор заглох, и все, кто находились в машине, они вылезли на крышу этого автомобиля, а со спасательной станции уже шла к ним лодка. Филипп спрашивает своего отца, «Скажи, папа, а что, разве они не видели знаков, которые были поставлены?» Он говорит, «Видели». Но, по всей видимости, они, может быть, были невнимательны или думали, что это не к ним относится. Также многие люди, может быть, ты, дорогой друг, также читаешь Слово Божье и думаешь, что оно не к тебе относится. Может, ты сегодня слышал о Иисусе Христе как своем личном Спасителе и думаешь, это не для меня. И Иисус – это не мой личный Спаситель. Подумай сегодня. Подумай. Господь желает с тобой иметь родственные взаимоотношения, духовные родственные взаимоотношения. Великий Бог хочет быть твоим Отцом. Твоим Отцом для того, чтобы все то, что приготовлено на небе, дать тебе в свое время, но ты медлишь. Ты, может быть, уже на полдороги где-то, может быть, тебя заливают уже грехами, может быть, ты уже на крышу залез в своей жизни и не знаешь, что делать. А тебе нужно спасение. Тебе нужно то, чтобы к тебе сегодня пришел Иисус как твой личный Спаситель. Что толку, что много Спасителей? Что толку, что есть святой Николай Угодник, что есть многие еще Победоносцы? Но что толку, если они есть, а ты не возвал к Иисусу Христу? Никто тебя не спасет. Никто тебя не спасет, так воды этого греха и поглотят тебя, если ты сегодня не воззовешь Господу и не скажешь, Господи, я хочу, чтобы ты стал моим личным Спасителем. Не просто Спасителем тех людей, которые находятся здесь в зале, моим лично Спасителем. Чтобы меня ты спас от грехов моих. Я сам не спасусь. Я сам погибну. Другие люди, окружающие меня, каковы бы они ни были, они не спасут меня. Спасешь лишь только ты. Сегодня это твое время, дорогой брат. Дорогой друг, дорогой человек, который сегодня пришел в Дом Божий, сегодня весть о том, что Христос родился не только для меня, не только для тех, которые уже получили, спасели и назвали Иисуса своим Спасителем, назвали Бога своим Богом. Сегодня это весть и для тебя, для спасения твоей души. Поэтому немедли, не откладывай это на потом, когда придется стучать в двери или взывать настолько уже в последнее время, сегодня, пока время благоприятное, пока день спасения, взывай Господу. Проси Его об этом святом родстве, чтобы Он спас тебя и назвал тебя своим сыном, своей дочерью, чтобы Он усыновил тебя, удочерил тебя, чтобы это единство с Богом для тебя было радостью и торжеством. Сейчас хор споет призывной псалом. Это будет время для того, чтобы ты сегодня обратился к своему Богу, к своему Спасителю. А мы будем молиться, братья и сестры, молиться, чтобы Бог воздействовал на сердце наших друзей, родных наших и близких. Они по плоти нам родные. Родные свои, дети свои, может быть, родственники, но они должны стать еще и своими Богу. Поэтому сейчас я приглашаю петь призывной псалом. Это время для вашего решения, для тебя, дорогой друг. Сегодня ты для меня друг. Сегодня для меня ты, может быть, знакомый. Поднимемся, братья и сестры. Для меня ты просто друг или знакомый, человек, который пришел в Дом Божий. Сегодня ты не являешься еще моим братом или сестрой, потому что для нас Отец Небесный, для тебя он не является еще отцом. Поэтому это святое родство может быть только тогда, когда ты придешь к Нему, когда ты воззовешь из глубины души, когда ты будешь просить Его, чтобы Он простил грехи твои. Бог любит тебя. Ради тебя Он пришел в этот мир. Ради тебя Он принял жертву на кресте. Ради тебя Он отдал себя, чтобы ты был счастлив и ты был спасен. Песня. 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 Он Бог Твой. Он желает этого святого родства с Тобой. Может быть, сегодня желает кто-то первый раз помолиться. Пожалуйста, Бог зовет вас. Есть такая притча о заблудшем сыне, который ушел. И сегодня я вижу, что некоторые здесь есть заблудшие сыновья. Ушел сын, который прокутил все свое имение. И в дальнейшем, когда вернулся, отец воскликнул. «Сын мой пропадал и нашелся». Сегодня ты, дорогой друг, пропадаешь в этом мире, пропадаешь. Сколько времени ты будешь еще пропадать, мы не знаем. Один Бог знает. Но сегодня отец желает воскликнуть. «Сын мой пропадал и нашелся». Сегодня он нашелся. Не завтра найдется или не найдется, это еще вопрос. Вопрос, насколько Бог позволит, найтись или не найтись. Сегодня Бог призывает и говорит, «Сын мой, возвратись». «Сын мой, иди в объятия мои, даже если ты много накопил грехов, если даже от этих грехов тебе тошно и окружающим, сегодня иди, чтобы я тебе дал новую одежду, светлую, чистую, приятную на запах, чтобы сегодня я тебе дал печать, назвал тебя действительно владельцем того большого сокровища, которое есть у меня сегодня, иди. Не оставляй это на потом. Сын мой, возвращайся». Мы еще споем, и это будет время для вашего размышления и принятия решения. Отец вышел навстречу к сыну своему заблодшему. Вышел навстречу. Также и сегодня Бог выходит тебе навстречу для того, чтобы тебя принять. Принять в объятия, принять в свою любовь, принять в свое присутствие. Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Неужели снова уйдешь? В это Рождество Пятнадцатого года. Неужели снова будешь ждать следующего Рождества Шестнадцатого? А будет оно в нашей жизни или нет, никто не знает. Многие тысячи уже не встретили Рождества Пятнадцатого года. И это зависит не от нас. Рождества Пятнадцатого года. Неужели уйдешь, неужели уйдешь? Ты не принял креста, неужели уйдешь? Сейчас я приглашаю братьев и сестер провозгласить, прославить Бога, провозгласить Бога своим Отцом. Прославить Его, потому что Он дал нам это святое родство друг с другом, ввел нас в свою голубицу в поместную церковь, и то, что Иисус стал нашим Спасителем, моим Спасителем. Помолимся. Великий Бог, сотворивший небо и землю, сегодня и я, и братья мои, и сестры, мы провозглашаем, что Ты являешься нашим Небесным Отцом. Благодарю Тебя за Твою божественную жертвенность, за Твою любовь, что Ты в этот мир отдал Своего Сына, чтобы Он стал нашим личным Спасителем. Благодарим Тебя за то, что мы встречаем еще и это Рождество Пятнадцатого года. Благодарим за то, что Твоя милость и Твое долготерпение, Божественное долготерпение еще продолжается. И мы молим Тебя за родных и близких, за знакомых, за тех людей, которые сегодня здесь в Доме Божьем. Помоги, чтобы они сегодня нуждались в этом святом родстве с Тобою, чтобы Ты стал их личным Спасителем, чтобы они не откладывали своего покаяния на другие времена. Господи, будь милостив и благослови их. Тебе, единому премудрому Богу, да будет слава и честь, что Ты стал нашим личным Спасителем, что Ты имеешь с нами добрые родственные взаимоотношения. Слава Тебе за все. Аминь. Слава Тебе за все. Аминь. Слава, слава, Вешне Богу, слава, Слава Тебе за все. Аминь. Слава, Вешне Богу, слава, Хваленье слава вечной, Слава вечной Богу! Мир, Господень, мир на всей земле, Мир, Господень, мир на всей земле, Мир, Господень, мир на всей земле, Бог дарит мне тебе все спасение, спаситель славы, победы. Все любые будьте, все люди радуйтесь, все раджуствуйте, но крещу кресту, крещу кресту. Радостно славлю тебя, мой Спаситель. Ты болтылся в сердце мою и стала так хорошо в нем. Я был несчастным, ты видал счастье, буду вечно славить тебя, имя твое, Иисус. Слава тебе и поколение, Ты принес нам с неба честь спасение. ПЕСНЯ 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 Вечная слава, слава! Слава вышних Богу и на земле мир в человеках благоволения. Может быть, сегодня кто-то решился все-таки пойти навстречу Богу. Пожалуйста, Бог ждет вас. Пожалуйста, присаживайтесь. Мы можем сказать еще раз слава Богу за то, что Бог дает нам эти времена. Пусть имя Божье прославится. И как мы услышали пение хора, вечно буду славить Господа. Наши дальнейшие служения пройдут следующим образом. Это суббота. Суббота ДК Металлургов. В 11 это будет утренник для детей и в 16 служение для взрослых. Служение объединенного молодежного хора. В нашей церкви служения в субботу не будет. Поэтому можете приходить в ДК и там вместе прославить Господа. Пожалуйста, объявите, что детский лагерь Майбутния продолжается. И завтра детей снова ждут здесь в 10 часов утра. Детский хор приходит 10 числа в субботу в 8.30 утра в парадной форме. Куда приходит, Надежда говорит? Сюда приходит. Благодарность Господу за то, что он благословил руки врачей. Операция прошла успешно. А также благодарю всех, кто за меня молился. Надежда Федоровна Скрипник. Слава Богу. И также просьба помолиться за мой обратный путь в Штаты к семье Устименко Виталик. Слава Богу за то, что он был здесь. И что операция прошла успешно. Мы желаем благословения для тех наших друзей, знакомых, которые сегодня были в Доме Божьем. Пусть эта радостная весть наполняет ваши души и все-таки приведет вас к Спасителю. Пусть Бог благословит. У кого есть приветствие, пожалуйста, передайте. И мы хотели бы сегодня вручить еще некоторую информацию для тех друзей, которые впервые пришли в Дом Божий. Кто впервые пришел, пожалуйста, поднимитесь. Вот мальчик, еще кто? Кто первый раз пришел? Стойте, стойте, вы не опускаетесь, подойдут наши сестры и подарят вам информацию о нашей церкви, когда проходят служение. Еще кто первый раз пришел? Ты, да, мальчик? Дайте мальчику еще. Вот еще женщина, пожалуйста. Сзади к вам подходит. Пусть Бог благословит вас. Помните, вы уже знаете, откуда двери открываются, да? Вот, поэтому приходите. Здесь вас любят и ждут. Пожалуйста, присаживайтесь. У кого есть приветствие к церкви, передайте. Принимаем. С Сахалином. Принимаем поздравления. Из Розовки, с Кременчуга. Принимаем. Принимаем. Пожалуйста, еще. И Римчук Игорь Михайлович, ректор семинария в Римпене, передавал сердечный привет и поздравления нашей церкви. Пожалуйста, еще. За все приветствия сердечно благодарим. И от нашей церкви просим передавать сердечный привет. Закончим молитвой. Господь, мы благодарны Тебе за сегодняшний день, за сегодняшнее служение, за то, что Ты был с нами. Ты наш Бог, Эммануил. Благодарим за то, что Ты никогда не покидаешь нас. Даже в трудностях, переживаниях, даже во время войны Ты вместе с нами. В день благоденствия и в день здоровья Твоя Божья милость окружает нас. Благодарим Тебя за знакомых, друзей, родных и детей, которые сегодня посетили Дом Божий. Те, которые еще не обратились к Тебе, продолжаем за них молиться и уповать на Тебя, чтобы веровать в Тебя, чтобы спаслись мы и дети наши. Молим Тебя, чтобы Ты благословил также брата Виталика. Он возвращается домой, Господь. Мы просим Тебя, чтобы Твое утешение Он нес в своем сердце, чтобы дорога Его была безопасна, чтобы Он вернулся к своим детям, к своей жене, чтобы и там мог прославлять имя Твое Святое. Мы благодарны за благословенный исход операции у нашей сестры Надежды Федоровны. Слава Тебе, Господь, за это. И просим Тебя, благослови все служения на этой неделе. И в ДК Металлургов, и когда дети будут приходить сюда. Пусть Божья благодать Твоя будет всегда с нами. Благодать Господа нашего Иисуса Христа. Любовь Бога Отца и общение Святого Духа всегда пребудут с нами. Аминь. С миром Божьим. Поздравляйте друг друга с Рождеством.